Кто стал лучшим молодым ученым Татарстана в 2021-м? Быть молодым ученым очень почетно. Мы делаем важные исследования для того, чтобы в дальнейшем могли разработать новые технологии. С чем познакомились казанские блогеры на экскурсии в Казанском федеральном университете? Очень хочется увидеть что-то вот такое, знаете, на грани. Как раз проходим сейчас с ребенком тему анатомии. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Амир Юлдашев. 5 февраля после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался выдающийся педагог и практик журналистики, заслуженный преподаватель Казанского университета Константин Николаевич Куранов. Он 45 лет преподавал на факультете журналистики. 7 февраля на Арском кладбище состоялась церемония прощания. В арт-резиденции созвездия Юлды Злык состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2021». Подробности в следующем сюжете. 7 февраля в арт-резиденции созвездия Юлды Злык подвели итоги региональных конкурсов «Лучший молодой ученый» и «Лучший аспирант». Среди номинантов оказалось 11 человек из Казанского федерального университета. Быть молодым ученым очень почетно. Мы делаем важные исследования для того, чтобы в дальнейшем могли разработать новые технологии. Основные мои исследования направлены на изучение процессов преобразования органического вещества домоняковых пород Татарстана в реакционной среде зуб и сверхкритической воды. Домоняковые породы являются аналогом сланцевых отложений Америки. Их разработка очень важна для Татарстана для увеличения запасов углеводородного сырья. На данный конкурс я подал проект, который называется «Цифровой керн». Он посвящен разработке гидродинамического керна-стимулятора, который позволяет моделировать процессы нефтевого теснения в коротер-стретах и учет методов увеличения нефти отдачи. Важно говорить вам спасибо, важно вас поддерживать для того, чтобы вы чувствовали, что то дело, которое выбрали вы, это то дело, которое нужно далеко не только вам. Поэтому я вас благодарю отрицание Министерства по делам молодежисти в Татарстане. И хочу поблагодарить ректоров, профессорско-преподавательский состав всех тех людей, которые создают условия для того, чтобы в ваших образовательных организациях, на предприятиях были возможности для того, чтобы вы реализовывали свой научный потенциал. 20 января аспиранты и молодые ученые представили видеоролик о себе и презентовали свой научный проект. Третье место в номинации «Лучший молодой ученый в области естественных наук» занял ученый Казанского федерального университета Камиль Хадиев. Надо было за три минуты рассказать о своей работе, причем людям совершенно из разных областей, то есть из гуманитарных, естественных областей, и представиться так, чтобы было всем более непонятно. Алгоритмы, которые я разрабатываю, они работают быстрее, чем алгоритмы на обычных компьютерах. Но иногда это достигает ускорения примерно за секунду работать на квантовых компьютерах и на обычных компьютерах часы работы. Вторые места в номинациях «Лучший аспирант в области естественных наук» и «Лучший аспирант в области технических наук» заняли аспиранты Казанского федерального университета Зухрана Сырова и Ричард Джемазбе. Ариадна Кугушева, Никита Акиньшев, Универньюз. В минувшие выходные состоялся спортивно-здоровительный выезд студентов по здоровью. Уже третий год подряд организуется на территории астрономической обсерватории имени Энгельгар ТКФУ Департаментом по молодежной политике, совместно с институтами, юридическим факультетом и студенческим спортивным клубом «Казанские юлбарсы». Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета посетили представители СМИ и блогеры. О том, как это было, смотрите в следующем сюжете. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета открыл свои двери для работников средств массовой информации и казанских блогеров. Мероприятие прошло с соблюдением всех норм и ограничений, связанных с COVID-19. Поэтому число участников было ограничено. На самом деле, блок-туры мы начали проводить в 2018 году. Эта идея понравилась. Нашим гостям, нашим блогерам. И мы решили ее периодически проводить. В таком варианте этот конкретный блок-тур приурочен к Дню российской науки, который мы будем отмечать завтра. А сегодня мы решили показать нашим блогерам один из самых интересных наших институтов. Институт фундаментальной медицины и биологии. Пресс-тур включал в себя прогулку по кабинетам медучреждений, а также знакомство с манекенами и аппаратурой симуляционного центра Института фундаментальной медицины и биологии, а также другим современным и медицинским оборудованием. Блогеры имели возможность прикоснуться абсолютно к любому экспонату и задавать интересующие их вопросы. Очень хочется увидеть что-то вот такое, знаете, на грани. Как раз проходим сейчас с ребенком тему анатомии, проходим тему мышц, внутреннего строения. Мне кажется, здесь это все есть в избытке. Мероприятие завершилось интерактивом, а именно показом фильма о разработках и новейших технологиях в области науки и медицины. Отметим, что подобные пресс-блок-туры уже ранее проходили в стенах Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. С 8 по 12 февраля в музеях Казанского федерального университета состоится Всероссийская акция «Университетские музеи детям», приуроченная ко Дню российской науки. Специально составленные задания позволят узнать об интересных экспонатах музея, пройти по лабиринту истории Казанского университета, познакомиться с выдающимися студентами и выпускниками. Также представится возможность увидеть торжественный императорский зал и аудиторию, сохранившие интерьеры XIX века. Какие материалы Емельяне Пугачеве хранятся в отделе рукописей и редких книг Казанского университета? Смотрите далее. Емельян Пугачев прожил недолгую, но яркую жизнь и навсегда остался в истории России. Сохранившиеся свидетельства современников и исследования историков создают образ человека незаурядного. Если говорить о нем простым языком, то можно сказать, что это был харизматичный лидер с характером авантюриста или же умелый мотиватор, способный грамотно и эффективно манипулировать людьми. Емельян Пугачев родился в станице Зимовицкое на Дону, предположительно в 1742 году. Достигнув 17 лет, женился на Софье Днедюжевой и вскоре был отправлен в Польшу, где почти три года был участником 7-летней войны с Пруссией. Он вернулся домой и через два года ушел на войну с Турцией. К этому времени у него было уже трое детей. Участвовал в осаде на территории современной Молдавии, получил чинг Харунжева, что является свидетельством наличия у Пугачева качеств, которые выделяли его среди большинства других казаков. В отделе рукописей редких книг также хранятся различные материалы об этой яркой, но в то же время противоречивой персоне. К примеру, книга 1809 года выпуска, которая вышла в Москве на русском языке. Она разделена на две части и имеет название «Ложный Петр Третий» или «Жизнь и характер и злодеяние бунтовщика Емельки Пугачева. Москва. Вольной типографии Федора Любия». Этот текст не точный перевод, а скорее вольный пересказ, иногда далекий от французского оригинала. В первой части книги это история о Емельке Пугачеве. До наших дней дошли только некоторые истории под названием «Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве». Книга неприятно поразила Александра I. Император заметил, что она может иметь неприятные действия над читателями и осведомился, как цензура могла вообще такое пропустить. Цензуру пришлось доказывать, что он нарочно выкинул ряд мест, чтобы порядок глав нарушился, а от возмутительной книги остались бы только высочайшие указы, и при них смесь нелепых, разбойнических и романтических происшествий. Его объяснения сочли дерзостью. Но хотя продажа русского издания была спешно запрещена, а все существующие экземпляры конфискованы у торговцев, оказалось уже поздно. Почти весь тираж, а это более 1800 экземпляров книги, разошлись. Впоследствии роман привлек внимание Александра Пушкина, обдумывающего собственную историю Пугачева. Затем, узнав о существовании немецкого текста, Александр Сергеевич Пушкин назвал ложного Петра пустым немецким романом. Тем не менее, именно эта книга, среди прочих материалов, повлияла на создание истории Пугачева. Сперва он читал его русской книгой, и в первом наброске предисловия к истории писал, история Пугачева малоизвестна, при Екатерине запрещено было о нем говорить, при Александре написан глупый роман. Еще одна книга 1895 года выпуска, которая имеет название «Спутник показаний». В этой книге также рассматривается тема Пугачевского бунта, а именно говорится, что это третье грандиозное стихийное движение, которое охватило собою Поволжье. 9 января 1775 года суд приговорил Пугачева к четвертованию. Императрица заменила его казнью через усекновение головы. 10 января на Болотной площади Пугачев взошел на эшафот, поклонился на четыре стороны и сложил свою голову на плаху. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюз. На этом все. В студии был Амир Юлдашев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!